Синдром встряхнутого младенца или шейк-синдром – проблема, о которой не говорят. Но молчать об этом нельзя. Тему стоит обсуждать с каждой семьёй, где появился младенец. Особенно, если ребёнок первый и особенно, если мама одна. Если остаётесь с младенцем наедине, следите за собой и обращайте внимание на стадии своей усталости. Вы в жёлтой зоне, если перестали испытывать умиление и нежность к своему ребёнку. Вы в красной зоне, если ловите себя на мысли о том, что желаете причинить боль малышу. И если вы истошно трясёте младенца или бросили его на кровать – это чёрная зона. Если сорвались и трясли, как только чуть успокоитесь и рассудок вернётся, вызывайте врача. Помощь нужна и вам, и ребёнку. Мало кто воспринимает встряхивание, как нанесение травмы. Ведь нет синяков и других повреждений. Но последствия могут быть ужасными. Что происходит? Мозг ребёнка травмируется. Нежные сосуды разрываются, что приводит к кровоизлияниям. Могут формироваться тромбы в сосудах мозга, отёк. А это параличи, судороги, глухота, слепота, умственная отсталость и даже летальный исход. Если всё на начальном этапе, нужно менять режим дня. Сон, питание, отдых, общение и время для себя должны появиться в вашей жизни. Любыми способами зовите на помощь всех, кто откликнется. Хотя бы на пару часов. В красной зоне нужно срочно сменить обстановку и дать себе передохнуть. Поехать к маме, подруге, срочно вызвать кого-то к себе домой и лечь спать. Если вы в чёрной зоне, вам нужна психологическая и психиатрическая помощь.